Сообщили люди, что к ним в сарае приполз кот. Это далеко на дачах, за силикатным. И что ему нужна помощь. Он лежал, грязный в крови. За свои 10 лет волонтерства, первый раз такой. Этот кот попал в клинику в очень тяжелом состоянии 9 января. Здесь же ему дали имя Валаби. Это такой маленький вид кенгуру. И неспроста. В ближайшее время Валаби сможет передвигаться только на двух задних лапах. Кто-то отрубил животному передние лапы и выкинул на мороз умирать. Судя по снимку, он вряд ли отморозил лапы, попал в капкан или под машину. По снимкам было раздробление костей на клоничных участках, что говорило о том, что какая-то очень сильная, режущая, рубящая сила пыталась отнять у него лапки. В Валаби до сих пор проходит лечение и у него даже есть шанс на новую жизнь. Ветеринары уже связались с новосибирской клиникой, которая занимается протезированием животных. Коту могут поставить 3D-протез. Такие протезы потом срастаются с костями и кожей. Наши соседи вообще одни из первых в мире начали проводить подобные операции. Я вживую видела этих животных, когда мы посещали ветеринарную клинику. Они мурлыкают, они чешутся этими лапками, бегают, играют. Смогут ли они там запрыгивать на шторы, как это делают обычные кошки? Для того, чтобы запрыгнуть на шторы, когти нужны, но для того, чтобы запрыгнуть на шкаф, да, нужны просто лапки. Но протезы сами себя не купят. Они обойдутся более чем в 100 тысяч рублей. Крупную сумму пришлось уже потратить на лечение в Алабе в Барнауле. Частично долг закрыл этот молодой человек. Он пожелал остаться анонимным. Я был весьма удивлен, несмотря на то, что с ним что произошло. Скорее всего, наверное, какие-нибудь изверги ему лапы отрубили. Тем не менее, в его глазах была радость, искренность. Не было никакой озлобленности. Впереди еще большой сбор средств. Им занимается приют Cats Help 22. От себя добавим, если кот лишился лап от рук человека, то кто, если не настоящий человек, поможет вернуть в Алабе к нормальной жизни? Мы будем обязательно следить за судьбой пока не четвероногого, но не безнадежного кота. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.